Меня зовут Ксюша. В Армении я уже была, то есть это не первый раз, а второй. Первый раз я была два года назад, когда приехала сюда праздновать свой день рождения 9 мая, поэтому я знакома уже с этой страной. Сюда второй раз мы приехали после массового оттока людей из России в октябре прошлого года и вообще-то собирались в Тайланд с сестрой, но вот к сожалению пропустили, может быть не к сожалению, а к счастью, пропустили рейс и нужно было куда-то уже ехать. И посмотрели билеты различные, у меня был друг в Грузии и мы собирались в Грузию просто через Армению, прийтили сюда и вот уже полгода я здесь нахожусь, делаю бизнес, живу, очень-очень нравится. Наверное очень быстро я адаптировалась, потому что с первого дня люди вокруг и русские, и армяне старались как-то помочь в этой адаптации и общий вайб всеобщей сгладил и переезд и стресс от переезда в том числе. Поэтому да, достаточно быстро. Мне здесь очень нравится, мне очень нравится Армяне, мне очень нравится Армения. Я думаю, что вообще эта страна самый лучший вариант для любого эмигранта, релаканта, вообще переезживают человека из России, потому что отношение к на русском все, и это как бы тоже, естественно, помогает в любой эмиграции. И там различные финансовые вопросы, вопросы, связанные с легализацией себя тут, конечно, они гораздо проще, чем в любой другой стране. В основном это то, что, ну то есть, естественно, я живу в Ереване, была в Гюмрии, и эти красивые места, туристические локации, то есть Сиван, Идживан, Дилиджан, невероятно красивые места. Не знаю, по мне так можно сравнить только с Швейцарией или Францией, потому что и природа, вот этот тип природы мне очень нравится. То есть вот если люди, например, любят море, то там, я очень люблю горы, очень люблю лес, а здесь в сочетании того и другого, и это невероятно красиво. Но это правда, наверное, когда вот я буквально вчера вернулись мы из загорода, и впечатление, конечно, ну это Армении очень повезло с такими красотами. В России я работала и работаю менеджером по продажам, экспортный менеджер, то есть компания производственная находится в России. Я тот человек, который ответственный за экспорт за рубеж. Основной рынок это Америка, ну и другие страны тоже. Собственно, ну и до сих пор работаю на российскую компанию, только удаленную. В Армении я открыла ИП и стала дистрибьютором крафтового пива разных пивоварень российских. То есть я привожу российское пиво сюда и продаю его здесь. В том числе грузинское, кстати, тоже русское производство, потому что основатель грузинского завода это русский парень очень классный. Мы с ним подружились, и вот я помогаю ему в том числе реализовывать его продукцию здесь. Он устроен так, что это абсолютно новый рынок, он пустой. Здесь есть основатели крафтовой культуры, это Даргет, которые на протяжении достаточно долгого времени пытались привести эту культуру в эту страну. Но так как страна больше про винно-водочную культуру, здесь достаточно сложно сделать. Но так как это вот мировая тенденция, то, конечно, в эту страну это в том числе придет рано или поздно, потому что точно такая же страна рядом Грузия. Там тоже не было этого там пять лет назад. Сейчас это очень хорошо и очень быстро развивается. Уже очень много и крафтовых баров, и люди знают о том, что вот существует какое-то крафтовое пиво, что это такое для армян очень многих пока непонятно. Идет достаточно хорошо, потому что очень много русских людей, у которых есть на это запрос, которые там поэтому скучали. Собственно, с этого и началась идея. Началась идея в октябре, когда приехало очень много русских людей. Про это все говорили, все хотели это начать. И вот мы с партнером из Гембри решили просто это сделать. Сделать по-быстрому. Я очень хотела быстро это сделать, чтобы успеть. И нужно было... То есть создать ИП достаточно просто в Армении. Ты приходишь и буквально за 15 минут у тебя ИП, даже с российским паспортом. В этом сложности никаких. Дальше начинается самое интересное, потому что нужно открыть банковский счет для ИП. И армянские банки не очень охотно это делали, особенно в октябре. Никому из моих знакомых не открывали счет быстро. Наверное, мне в каком-то смысле повезло, потому что попался очень хороший бухгалтер. У нее были знакомы. И вообще, как все очень часто делается в Армении, знакомства помогают, собственно. Поэтому мне открыли буквально за 8-9 дней счет. И случайно меня нашли люди пивоварни из России. И мы быстро сделали контракт. Но так как я всю жизнь работала в экспорте, я подумала, ну как я что, не смогу сделать экспорт для себя импортом сюда? Поэтому, в общем, все это не в первый раз я делаю. И мне это достаточно знакомо. Поэтому достаточно быстро получилось. Нет, ничего не нужно. Ну, то есть, лицензия на продажу алкоголя нужна баром. Для того, чтобы быть здесь дистрибьютором, лицензия не нужна. В Российской Федерации это все гораздо сложнее, потому что там действует система эгоист. А здесь такой системы нет, что очень упрощает все. То есть, как бы, я зарегистрирован на системе эгоист в России, а здесь ничего не нужно. На данный момент я продаю одну российскую компанию. Дистрибьютор компании Glecher. До этого это были Саботаж и Реворд. Я планирую работать с другими производителями, но смысл в том, что мне интересно работать напрямую с производителем. То есть, например, с московским либо петербургским дистрибьютором, где есть различные варианты крафта. Это и проще, это и маржинальнее. Ну, в общем, по всем. И тем более компания Glecher, у нее достаточно хороший продукт, который вот сейчас массово достаточно продается в бары. Он нравится всем моим клиентам. Вот, пока я остановилась на этой компании. Ну, и также вот грузинский завод я тоже продаю. На данный момент это русские релаканты, русские релаканты-эмигранты. В основном IT, собственно, и поэтому еще была ставка сделана на то, что, наверное, там потребители крафтового пива, в том числе, это такой персонаж IT, который, может быть, там выходит в бар, либо сидит дома. Ну, и поэтому, например, у меня есть как доставка в бары, так и доставка на дом, потому что, если человек не очень любит общаться и коммуницировать с людьми, то ему очень удобно, что могут привезти домой. И на данный момент это русские люди, но идея изначальная и в октябре, и сейчас в том, чтобы, в принципе, привезти эту культуру и распространить ее среди армянского населения. И на самом деле это уже немного получается, то есть мои друзья, тоже у меня уже есть армянские друзья, за полгода они появились, они пробуют, им нравится, им нравится, они говорят, ты интересный продукт, и это же дело вкуса и привычки. Ну, то есть, чем, если ты никогда этого не пробовал, тебе кажется это странным, но чем больше, тем больше, а потом уже хочешь и покупаешь. Ну, у меня представлена линейка Глейчер. Самая популярная из всей линейки то, что я привезла, это Милков Амнезия. Идея была в том, что, когда я привезла первую партию и думала о второй, несколько человек меня про нее, во-первых, спросили, во-вторых, в России очень многие мои друзья, в принципе, начали пить крафтовое пиво именно с этого продукта. Поэтому его я и привезла, то есть, если начали в России, как бы с него, скорее всего, в Армении тоже можно пробовать начинать тоже с него. На самом деле у меня не было никакого накопленного капитала в России, но была машина в Москве, я ее очень долго думала перевозить ли сюда, либо продавать. И когда появилась идея с бизнесом, я решила продать машину и вложить деньги, ну, собственно, в проект. Первоначально мы вот так как пополам с партнером вкладывались, ну, что-то 200 тысяч рублей, 200-230, что-то такое я вложила, да. Вышло в плюс, конечно, все окупилось, потому что это купи-продай, а первая партия у меня полностью продана, и так как я купила вторую, соответственно, да, сейчас, ну, обороты, так вот, как снежный ком, в принципе. Во-первых, здесь все в доступности 15 минут. Это нереально круто. Нет, серьезно, это я даже подумать не могла о том, что когда-то будет возможно, что ты не тратишь час, там, полтора на перемещение. Конечно, я в Москве использовала это время продуктивно, то есть, там, читала книги, учила языки в метро или в пробках, но когда ты не тратишь, это точно огромный плюс относительно всей жизни. Второй плюс – это погода, конечно, и в Ереване, и в Армении невероятно крутая погода, здесь очень тепло, здесь нету питерского ветра и холодного дождя, ну, конечно, все присутствуют природные явления, но землетрясение, вот, землетрясение я боюсь, это минус. Все остальное – это очень круто, ну, то есть, и зима, и весна невероятно красивая, все очень зелено, очень-очень-очень, это для меня просто является очень важной частью жизни, поэтому. Третий плюс – это люди относительно Москвы. Это русские люди и это армянские люди. Армянские люди очень приятные, улыбчивые, добродушные, всегда стараются помочь. Русские точно такие же. Тот контингент, мне кажется, который сюда приехал, это, ну, это те люди, которых я бы никогда не встретила в Москве, во-первых, потому что, ну, просто по причине того, что Москва очень большая, и я, наверное, не совсем в таких кругах была. Здесь это стало возможным, и я очень этому благодарна. Relocateo Армения предоставляет мне бухгалтерские услуги, и они меня нашли, когда я писала запрос в какую-то группу Телеграма о том, что где мне вот нужны бухгалтерские услуги, где я могу им воспользоваться, они сами меня нашли, очень быстро, очень качественно сработали. Мне очень нравится работать с моим бухгалтером, у меня суперский бухгалтер, честно. Вот, и я очень благодарна Relocateo Армении, что вышли на меня в один момент. На данный момент я возвращаться не собираюсь, и не думаю, что это станет возможным в ближайшее достаточно долгое время. Пока я собираюсь быть тут, особенно учитывая то, что уже здесь есть бизнес, есть платформа для того, чтобы его развивать. Поэтому, нет, в ближайшее время я, наверное, возвращаться не планирую. Возможен переезд в какую-то другую страну, но что-то должно случиться здесь такое, чтобы переехать. Не бояться пить из-под крана, здесь очень хорошая вода, 100%. Не соглашаться сразу на самый дорогой вариант жилья, потому что, к сожалению, есть здесь люди, которые на этом стараются как можно больше заработать, причем выгоняя, между прочим, своих соотечественников. Это очень плохо и это очень неприятно. И даже самим армянам, по-моему, очень неприятно это осознавать. Быть открытым к людям, к миру. Здесь, мне кажется, что гостеприимство местное, оно достаточно располагает к тому, чтобы спокойно себя здесь чувствовать. По сравнению с другими странами в Армении, действительно это комфортно, действительно это приятно. И люди здесь готовы помочь больше в своей части. По России я не скучаю. В России я не хочу. По родным и близким, наверное, да, скучаю, конечно. У меня очень много там друзей осталось. Но вот сейчас у меня день рождения, я еду в Россию его праздновать. Посмотрю, что там да как. Субтитры сделал DimaTorzok